Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова продукты питания. Конечно, та непростая ситуация в России во многом сплотила всех нас, и мы сами, я лично с помощниками, с нашими, многие наши другие коллеги по фракции «Единая Россия» сами участвуем в своих регионах, в волонтерских штабах, в свободное время оказываем помощь старшему поколению, оказываем помощь нуждающимся семьям, и мне кажется, что для нашей страны вот эта взаимопомощь, она всегда была в нашей стране, и вот сейчас она как раз показала, в том числе, ответственный такой подход к своим движениям, удалось раскрыть, и мне кажется, что вот эта работа, она должна продолжаться, независимо от, будет продолжаться вот эта ситуация с пандемией, либо мы ее перешагнем после, как начнется и массовая, в том числе, вакцинация, но вот те штабы, которые сформированы, мне кажется, они смогут привнести в работу муниципалитетов в нашей области, в общем, очень большой вклад в именно такое социальное служение, и в том числе и воспитание нашей молодежи. Спасибо за такой развернутый ответ, а вот вы, как часто бываете в Смоленской области по работе, касаемо Десногорска, как Адамград, какое место он занимает в вашей повестке? Ну, во-первых, я живу в Смоленске, а не по работе, а езжу по муниципальным образованиям, по сфере своей деятельности, знаете, каждый муниципальный район, каждый город, поселок в нашей области, он особенно уникальный, своей историей, со своими значительным вкладом в культуру, в экономику, в промышленность нашего региона. Конечно, Десногорска занимает особое место, мы понимаем, что это стратегический объект, стратегический город, как для Смоленщины, так и для России в целом. Конечно, мы стараемся достаточно часто бывать, встречаться и с трудовыми коллективами, встречаться и с нашими ветеранами, с различными гражданами, проводить приемы для того, чтобы выяснять проблемы, которые волнуют наших земляков. И вот сегодня мы очень рады быть в Ясногорске, проводим свой такой рабочий день, встречаемся также с рядом значимых коллективов для того, чтобы понимать, что происходит на земле. Потому что только понимая, как работает программа, как реально работают законы на месте, как реализуется тот или иной указ или постановление, надо быть на месте и получать такую обратную связь для того, чтобы что-то корректировать, для того, чтобы доносить эту информацию до органов федеральной власти. Например, мы зачастую после посещения тех или иных муниципалитетов во время так называемых правительственных часов, когда к нам приходят представители госкорпорации, министры, представители правительства, мы эти вопросы, которые касаются в том числе и Смоленской области, выносим на обсуждение к этим представителям для того, чтобы они знали, как работает, что не работает или что необходимо сделать в той или иной регионе. Поэтому для нас эта работа постоянная, системная. И с учетом того, что сейчас у нас по новой конституции правительство, исполнительная власть формируется через Государственную Думу, это дополнительная в том числе и ответственность депутатов и перед своими избирателями, и перед своим регионом. Спасибо за ответ. Скажите, вы, будучи членом Комитета по делам СНГ и связям с отечественниками, еще или являетесь экспертом по ситуации с Белоруссией, как вы оцениваете перспективы дальнейшего взаимоотношения России с Белоруссией? Вы знаете, конечно, нам, смолянам, которые живут настолько близко к Белоруссии, рядом регионы братской страны, это и Могилевская область, это и Витебская область, конечно, нас не может не волновать ситуация, которая происходит, тот политический кризис, который есть в стране. Мы постоянно находимся на контакте с нашими коллегами, у многих, как, например, у меня там есть родственники, конечно, мы переживаем, потому что, наверное, ближе, чем Белоруссия, у россиян нет. И те гуманитарные контакты, те экономические контакты, те такое приграничное сотрудничество, которое выстроено уже десятками лет, не может нас не волновать. Поэтому мы сейчас наблюдаем ситуации, видим, что начинается конституционная реформа, что обсуждаются изменения в Конституцию, что идет сейчас перераспределение, планируются тех полномочий, которые есть у органов власти, между президентом, парламентом. Видим, что это действительно может помочь выйти из этого политического кризиса, новые выборы, которые, возможно, будут проведены после изменений в Конституцию, в том числе и парламентские, и президентские, о чем говорил и руководитель Белоруссии. Поэтому, мне кажется, здесь самое главное перейти с улицы, из улицы, с тех мероприятий, которые, к сожалению, до сих пор подождаются, в рамки диалога действительно выработать те позиции по дальнейшему развитию республики. Потому что, к сожалению, мы видим, по примеру других, в том числе и близких к нам стран, что улица не решает проблемы социальные, проблемы экономические, они только усугубляются. Это даже по примеру тех стран, что Украина, что Грузия, если политика легиметизируется на улице, она в дальнейшем продолжает разрушать, в том числе, политическую систему этой страны. И, к сожалению, мы это наблюдаем по ряду стран. Поэтому мы надеемся, что вот этот диалог между представителями разных взглядов и изменения основного закона страны выведут Белоруссию из такого вот перманентного политического кризиса. Артем Викторович, отойдя от рабочих вопросов, немного о личном, как вы будете проводить новогодние праздники, тем более в период пандемии, в такое непростое время? Знаете, для каждого, наверное, гражданина России, для каждого жителя нашей страны это всегда семейный праздник, всегда добрый праздник. И, конечно, наверное, мы все вместе с моими близкими, родственниками, соберемся, как и многие-многие жители, навестить тех, кого вы давно не видели, побыть с родными, с детьми. И мне вот, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством наших земляков, десногорцев, сказать искренние слова благодарности за ту работу, которую вы каждый на своем месте выполняете. И, конечно, пожелать, что в каждом доме, чтобы были только добрые новости, а всему городу процветание. И у нас есть очень хорошая традиция, мы моим коллегам и знакомым каждый год дарим какие-то сувениры, которые производятся на территории нашего края, и у нас очень много интересных каждый год событий. И вот в этом году, разрешите мне для редакции передать книгу, это после этнографической экспедиции, выпущена книга смоленских рецептов, которая собрала рецепты из разных районов Смоленской области. И вот разрешите подарить вам того, чтобы вы, в том числе и на праздничный стол, могли сделать какое-то блюдо из этого замечательного сборника. Кстати, к слову, это очень известная книга, я не читал, причем не раз. Большое спасибо за такой подарок, я думаю, что он пригодится на нашем столе и на столе наших ближайших коллег и друзей. Большое спасибо за теплые слова, за ваш визит, спасибо за интервью, всего доброго. Спасибо большое. Спасибо.